Председатель, уважаемые коллеги, еще раз хочу поблагодарить за предоставленную возможность сообщить всем вам о реальной ситуации с местной автономией в Республике Молдова. Мне очень жаль, что коллега из Франции покинул этот зал, потому что в нормальном обществе каждый человек имеет право на реплику, потому что его дискурс, он относился непосредственно к меня, потому что да, действительно, я не отрицаю, что на Фейсбуке я вчера выложила пост. Позволила себе это, потому что это моя личная страница в Фейсбуке, и позволила себе это сделать, потому что действительно со стороны органов власти Молдовы было оказано давление, и благодарю в этом контексте господина президента, что он упомянул об этом, что действительно было оказано давление для того, чтобы меня исключили из повестки дня, из адженты, чтобы у меня не было возможности аудитории донести о проблемах с местной автономией в нашей стране. И я, к сожалению, хочу сказать, что и констатирую этот факт, что в нашем государстве быть в оппозиционной партии является преступлением. Это очень страшно. Вероятнее всего, коллега из Франции знает молдавский язык, либо русский, потому что в моем посте я разговаривала на молдавском и на русском языке. Но я предполагаю, что все-таки ему Карина Калугару, которая является послом, представителем Республики Молдова в Совете Европы, перевела просто неправильно ему то, что я хотела сказать. И никого не обвиняла. Я обвиняла наше государство, которое себе позволило в таком наглом образе себя вести с международной структурой, которая защищает права местных избранников. Сегодня я представляю своих коллег. Я сегодня являюсь муниципальным советником и представляю своих коллег, которые являются мэрами, советниками разных уровней моей страны. И ни в коем случае не делаю политику в данном международном форуме. Сегодня я не рассказала вам о той боли и о тех страданиях, через которые прошли все мои коллеги. Их семьи. И мне очень жаль, что здесь некоторые коллеги спекулируют на эту тему. Это больше, чем нарушение прав человека. Это больше, чем нарушение демократии. Это боль, страдания всех семей. Я, извините за мои эмоции, я позволила себе об этом говорить вчера в фейсбуке, имея на это моральное право, потому что все мои коллеги смотрели и наблюдают за моим выступлением сегодня, за теми реакциями, которые высказаны сегодня по отношению Молдовы. И спасибо вам большое за ваше мнение. И я не буду удалять мой пост из фейсбука, потому что это моя личная страница, это мое мнение, это мое государство, это люди, которых я сегодня представляю, их семей. Спасибо вам большое.